Образование на родном языке. Новости из Конституционного суда, Комитета по правам человека ООН и планы правительства. Первое. В конце февраля в Конституционный суд нами была подана жалоба о сокращении уроков русского языка и литературы вдвое. И 28 марта был получен ответ из суда, что дело сложное, необходимо более глубокое изучение аргументации. В связи с этим срок принятия решения возбуждать или не возбуждать дело продлили еще на месяц, до 24 апреля. Подождем. Автором жалобы, как и жалобы в ООН, является Владимир Бузаев, депутат Рижской думы от Русского союза Латвии и сопредседатель Латвийского комитета по правам человека. В жалобе в том числе представлен опыт европейских стран, в которых такое ограничение на изучение родного языка применяется в исключительных случаях и для самых малочисленных меньшинств, не способных поддерживать собственные школы. И даже эти исключения неизменно осуждаются как ведущие к ассимиляции и несоответствующие обязательной для Латвии рамочной конвенции защиты меньшинств. Например, у наших соседей в Эстонии и Литве русским школьникам предлагают для изучения родного языка не менее 6 часов, столько же, сколько этническим эстонцам и литовцам. В Латвии же теперь на русский язык и литературу выделяется 3 часа в неделю. Комитет по правам человека ООН 25 марта возбудил дело по поданному нами в феврале 2021 года иску и направил его латвийскому правительству, которое должно дать свои комментарии до конца сентября этого года. Принцип обучения преимущественно на родном языке и связь качества образования с использованием родного языка закреплены в ряде документов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента. Относительно латвийской реформы образования свое негативное мнение высказали три комитета ООН, четыре специальных докладчика, а также ряд европейских профильных органов. Несмотря на все это, правительство уже к началу апреля планирует начать новую реформу, то есть подготовит для внесения в Сейм пакет законопроектов, предусматривающий полную ликвидацию образования на русском языке сентября 2023 года. Как только такой законопроект будет подан, можно не сомневаться, что нами тут же будут оповещены суды и все правовые международные организации, активно критикующие нынешнюю реформу. Новый град критики может посыпаться на Латвию в связи уже с новым законопроектом. Ничто не останавливает наши власти от новых реформ. Средние результаты экзаменов критически низкие. Повсеместно не хватает учителей даже для осуществления имеющихся реформ. Сами реформы массово оспариваются родителями уже в европейском и международном судах. Учебники для новых программ не только не напечатаны, но даже еще не написаны. Невозможно эффективно учиться на языке, которым не владеешь. Невозможно овладеть языком, если для этого нет ни учителей, ни учебников, ни программы. Ребенок, добросовестно посещающий школу и осваивающий программу, к концу школы осваивает государственный язык так же, как он осваивал его ранее. Но теперь он пропускает существенную часть остальной программы. Каждый родитель знает, что справиться со школьной программой нормальный ребенок один больше не может. Необходимы дополнительные занятия, репетиторы, ночные сидения над переводами. Может Министерству образования и правительству пора уже остановиться, посмотреть на результаты, проанализировать их и принимать решения в интересах всех учащихся, которые приведут к росту уровня образования, а не к его падению. Конечно же, если это их цель.